Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. 20 юных кадетов совсем скоро отправятся в Москву. Какая цель этой поездки нам сегодня расскажет заместитель директора по воспитательной работе ЛИЦЕ номер 6 города Благовещенска Светлана Валентиновна Офицеринка. Здравствуйте, Светлана Валентиновна. Добрый день! Ну, поздравляю с очередной поездкой кадетов. Уже просто действительно со счету сбилась, сколько раз уже ездили на всевозможные соревнования какие-то. То есть действительно удается регулярно вот им путешествовать, да? Да. Ну, я так понимаю, все равно путешествуют не все, только самые лучшие из лучших. Совершенно верно. Сложно лучших отобрать? Нет, в нашем ЛИЦЕ это делать несложно, потому что ребята из кадетских классов, это настолько мотивированные ребята, активные. Они всегда в поиске. И, конечно же, результаты потрясающие. Так я вот поэтому и думаю, что, наверное, сложно выбирать из них. Выбирать, да. Но, конечно, мы даем приоритеты. У нас и старшеклассники выезжают. Совсем недавно вернулась Александра. У нас победительница всероссийского конкурса «Юные таланты отчизны» в номинации «Вокальное искусство». Ох, какие они у вас талантливые-то! Мало того, что кадеты еще и поют, и не только, полагаю. Танцуют, поют, ну и, конечно же, в спорте показывают. Вот эти 20 человек, это какие классы? Это шестые-седьмые классы. Это ребята у нас, показавшие прекрасный результат и в спорте, и в творчестве, и в учебе, конечно же. Да, не просто им пришлось, зато теперь такая награда. Куда они едут? Расскажите, пожалуйста, про мероприятие. Да, действительно, в Москву мы выезжаем последние годы достаточно часто. Но в основном это были военно-спортивные игры. Это конкурс творчества талантов «Юные таланты отчизны» среди кадетских корпусов и воспитанников. Но мероприятие такого формата для нас – это новость. Потому что это международный Кремлевский кадетский бал. Я так понимаю, ежегодное событие. Да, это событие ежегодное, но вот на Кремлевский кадетский бал мы приглашены впервые. Для нас это большая честь. Дети разучивают какие-то специальные танцы, это же бал все-таки. Да, это огромная работа. Когда мы получили приглашение, то в программе бала – это 16 вальсов. Кое-какие для нас были знакомы, потому что… Подождите, 16 разных вальсов? 16 разных вальсов, совершенно верно. Вот это да. Но поскольку мы уже… балы для нас – это уже визитная карточка, они прочно вошли в нашу жизнь. Вы помните, что мы в прошлом году стали инициатором первого областного кадетского бала при поддержке губернатора Мурской области. То некоторые вальсы для нас уже знакомы. Это вальс знакомств, подыграс, полечка знакомств. Но среди 16 наименований, конечно же, для нас были очень много новых. Это вальс Святого Георгия, это вальс Миньон. Поэтому ребята в течение двух месяцев разучивали новые вальсы. Огромная нагрузка на нас легла. Вот мне интересно, кто был этим счастливчиком, кто, собственно, преподавал вальсы? Преподавал. У нас два хореографа, профессиональные. То есть у вас в школе еще и хореографа? Да. У нас не только хореограф работает, а в кадетское образование и воспитание у нас введен обязательный предмет – это хореография. И один час в неделю мы уделяем именно хореографической подготовке наших кадетов. Ну, кадеты-то понимают, что им это в жизни необходимо? То есть они как, нормально? Уже да. Уже да. Мы преодолели этот психологический барьер, когда мальчики стесняются, когда они могут. Но сейчас у нас нет отбоя. Поэтому замечательно. Ну, я так понимаю, действительно, эти 20 кадетов на балу себя покажут великолепно, как и на спортивных соревнованиях показывают, да? Я думаю, что да. Но это же не просто бал международного масштаба. То есть туда съедутся не только со всей России представители кадетских классов и корпусов, но и, в принципе, с соседних государств. Да, ближнее зарубежье. Но мы уже прочитали в программе, что представители посольств, находящиеся в России, тоже будут приглашены на этот бал. То есть это статусное событие. Я надеюсь, дети действительно понимают, куда они и зачем едут. Уверена даже. Ну, дети действительно у вас великолепные. И я уверена, что выбирать было не просто из них. Тем более, что вот не рассказывали, к сожалению, мы ни разу о тех героях уже, которые теперь появляются в шестом лицее, да? Да. Совсем скоро будет награждение. Да, буквально завтра в Амурском кадетском корпусе у нас будет награжден Кузнецов Богдан, учащийся 11-го кадетского класса, как лучший кадет России. Вот это, да. Это будет нагрудный знак, поэтому. Ну и у нас еще есть еще один герой, который уже награжден грамотой МЧС России по Амурской области. И вот сейчас в проекте «Горячее сердце», это международный проект, кандидатура Сергея Царькова, тоже учащегося 11-го кадетского класса, прошла на награждение. Ребенок спас летом женщину и собаку, просто совершая прогулку по набережной. Не просто прогулку, я сейчас хочу уточнить, пробежку. Пробежку. То есть все серьезно. Бежал, и что же он увидел? То есть Сергей совершал обычную пробежку по набережной, услышал крики о помощи. За собакой бросилась молодая женщина, спасать ее сама, не умея плавать. Сергей остановился, бросился в воду, спас женщину и собаку, и как ни в чем не бывало, продолжил свою пробежку. То есть имя героя даже неизвестно. Да, то есть женщина нашла его, сама сообщила в МЧС. И вот 1 сентября на торжественной линейке к нам пришли сотрудники МЧС России по Мурской области и вручили ему грамоту. Ну, это действительно грандиозно. Но я знаю, что у вас такие случаи, они есть, и вы узнаете о них действительно постфактум. Никто это не афиширует. Дети особенные, правда же? Да, вы знаете, когда ребенок одевает форму, а тем более у нас уже есть кодекс кадетской чести, клятва кадета, они принимают клятву, все кадеты. Вы понимаете, они понимают, что это совсем другая жизнь, это совсем другой статус. И это ответственность. И это ответственность. И у нас существует уже орган самоуправления ученического, это совет кадетов. То есть ребята сами планируют свою жизнь, мероприятие, но и, конечно же, это орган и поощрительный, и наказательный. То есть здесь, как принимается решение кандидатуру на выдвижение, кто поедет на бал и кто будет награжден тем или иным поощрительным подарком, решает тоже совет кадетов. Ну и, конечно же, страшно попасть на этот совет кадетов, когда ты совершил что-то. Не дай бог. Не дай бог. Я даже не верю, что такое у вас бывает. Ну, наверное, бывает, и как-то быстро дети исправляются, потому что тут одноклассники осуждают, правильно? Конечно. Ну, то есть действительно вот эта система, она себя уже показала как система прекрасно работающая, да? Она работает, она работает, эта система. Но я же уверена, что в школу приходят действительно дети разные. Ну, никогда не бывает, что в одном классе подобрались вот все вот такие исключительно радеющие за учебу, все такие отличники. Всегда приходят разные дети, тем более вы находитесь тоже в районе, наверное, ну, не самом центральном. Да. И вот за какое время, вы сейчас уже можете сказать по своему собственному опыту, класс выравнивается? А это хороший показатель, главное, я думаю. Да, это хороший показатель. Дело в том, что классы у нас, естественно, состав класса меняется. Почему? Потому что приходят кадеты со всего города, с абсолютно отдаленных частей и уголков нашего Большого Благовещенска, будем так говорить. Ну, и, конечно же, есть адаптационный период, когда дети притираются друг к другу. Это новый коллектив. Но в силу того, что дети понимают, ради чего они пришли сюда, в этот класс, то, конечно же, ну, 2-3 месяца – это установочный период, за который класс должен, в общем-то, выбрать единую цель. Естественно, выбирается командир, командиры отделения у нас есть в каждом классе. Ребята понимают, что командиру подчиняться – это обязанность. И, конечно же, коллектив формируется. 2-3 месяца – это уже коллектив, который является сам воспитывающей единицей. Не просто педагог воспитывает, а воспитывает уже сам коллектив. Светлана Валентиновна, это очень короткий срок. Короткий. Мне кажется, что даже если сравнивать с другими школами, да, ну, такой короткий период, это, конечно, да. Достигнуть этого было, наверное, непросто все-таки. Но я действительно хочу еще напоследок узнать для тех, может быть, кто интересуется, какие сейчас вообще классы есть в наличии, потому что у вас постоянно прирастают всевозможные структуры, к вам как-то присоединяются. Если можно, перечислите, что сейчас есть, какой выбор. Ну, вот сегодня мы уже работаем по пяти направлениям кадетского образования и воспитания. Это класс МЧС, это классы ДВОКУ, это Амурское казачество, это классы ФСБ. И в этом году мы открыли новое направление, это военно-медицинский класс. Направление выбрано не случайно, потому что каждое направление подкреплено договором с той образовательной организацией, которая будет курировать наших детей после выпуска. Ну, в общем, выбор большой, детям огромный привет, особенно тем, кто едет на бал, пусть они там покажут, как наши танцевать-то умеют. Спасибо вам большое, Светлана Валентиновна, что пришли к нам в студию. Яна Панаша, сегодня с гостями был заместитель директора по воспитательной работе лицея номер 6 города Благовещенска, Светлана Офицеренко. Вы смотрели программу «В центре внимания», до скорой встречи, будьте счастливы.